Меня зовут Стрижак Семен Александрович. Мы занимаемся промышленным производством Кармута. Информацию по этой рыбе вы можете с легкостью найти в интернете. На данный момент ее у нас в таком легком доступе нету в городе, поэтому мы как бы пионеры данного производства здесь. То есть потихонечку набирает эта сфера обороты в России, но тоже в таких промышленных масштабах пока нет ни у кого. Сколько мы не смотрели, не ездили. Вот в данный момент находимся в одном из наших цехов, где, собственно, происходит все производство. Рыба эта растет в так называемых узлах закрытого водоснабжения. Вот они. Почему они так называются? Потому что весь процесс происходит в закрытом цикле. То есть мы не потребляем воду, используем одну и ту же. То есть вот эта вода, которая находится в леде в костях, она попадает дальше вон в фильтры, в дальнейшем очищается и попадает обратно. Вот. На данный момент в этом цеху у нас стоит 38 бассейнов, в которых находится порядка 12 тонн рыбы на данный момент. Наш бизнес открыт официально летом этого года. Мы начали промышленное производство. Идея создания этого бизнеса пришла к нам благодаря моему отцу, который с детства увлекался аквариумистикой. Как-то раз мы привезли посадочный материал рыбы кармута. И в домашних условиях занимались выращиванием, изучали предмет, кормили, как-то сталкивались со всеми всплывающими вопросами, неприятностями, особенностями. Ну и, соответственно, по ходу дела, как рыба росла, мы расширяли, расширяли производство свое. И в какой-то момент это все перетекло в то, что нам стало не хватать пространства дома. Ну и мы решили, как бы, зарабатывать. Здесь специальные резервуары под сортированную рыбу, маточное племя. Вот. А основной товарный вес находится вот в этих емкостях. Для того, чтобы взять какой-то промышленный масштаб, обратились в фонд Дому наш государственный, который по дорожной карте бизнеса дал нам кредит под 6% годовых. Пройдемте дальше. У нас здесь есть второй цех, который на данный момент находится на реставрации. Мы его немножко будем дополнять. Здесь у нас появилось свободное место для того, чтобы разместить еще больше емкостей. Пока над этим работаем, везем оборудование. Тоже все будет практически точно так же, как там, только немножко поплотнее. Все вот это вот производство на данный момент позволит нам производить от 30 до 45 тонн товарной рыбы в год. О фонде Дому я узнал благодаря СМИ нашим, благодаря проектам уже открытым, как бы от знакомых людей, которые уже открыли свой бизнес, развивают его успешно благодаря фонду Дому. Подал заявку, собрал необходимые документы. И с течением времени получили кредит, благодаря которому мы смогли закупить необходимое оборудование для того, чтобы взять масштаб, сделать перерабатывающий цех, как бы выйти на такой хороший уровень, на прибыльность, окупаемость. У нас малешный цех, где творится рождение. Вот она, та же самая рыба, только в маленьком возрасте. Вот этим малькам порядка 4 недель. Еще где-то 6-7 месяцев, и эту рыбу можно подавать на стол. Вот здесь еще меньше. Этим неделе, наверное, 2-2,5. А вот есть свежий выводок, который мы закладывали на выходных. Можете снять поближе, они прям очень маленькие. Вот на данный момент в этом резервуаре, говорит, порядка 40 тысяч поголовья. Рыба – это богато аминокислотами, всеми необходимыми витаминами для человека. Считается диетической, по вкусу диетологами призвана близка к красной рыбе. Похоже внешне на нашего европейского, обычного сама, речного. За исключением по внешнему виду, это наличие дополнительных парусов и более закругленного хвоста. Если же заглянуть немножко поглубже, она имеет совершенно другую структуру организма, совершенно другое мясо на вкус. Ну и, соответственно, она здесь у нас выращена в искусственных условиях, по постоянным наблюдениям, в чистой культуруемой воде. Питается комбикормами, в общем, специальными, сбалансированными для нее. Поэтому обладает хорошими вкусовыми качествами. Родина этих рыб – Африка. Культивировать их начали еще в 20 веке, первый раз в Голландии. И уже в 21 веке привезли в Россию, попробовали первый раз это сделать все в Оренбурге. Ну и с тех пор люди занимаются, выращивают все вот в таких вот искусственных условиях. В природных условиях у нас она практически не выживает. Афематические условия у них – воды примерно 23-27 градусов, поэтому в естественной среде эта рыба у нас обитать не может. Мы вот в плане зеленой экономики и ведем эксперименты небольшие. Это называется гидропонная установка. Вот здесь циркулирует вода, которая в фильтра подается после жизнедеятельности рыб. Она сравнима примерно с такой плодородной почвой, по-простому навозу это называется. Вот. И вместо навоза здесь вот течет вода, и мы выращиваем растения на ней. Ну, будем пробовать. Если эксперимент удастся, то тоже его масштабируем, немножко будем расширять. Официальный старт продаж планируем дать в ноябре этого года. На данный момент решаем все организационные вопросы, получаем разрешение, необходимые сертификаты. Превратили, в общем, свое увлечение домашнее, скажем так, во что-то более такое масштабное. Будем кормить рыбкой, вкусной, родной город.